Сегодня в республике дан старт благотворительному марафону именем детства во имя детства. В Чуваши он проходит 19-й раз. Его торжественное открытие состоялось в Новочебоксарской школе для детей с ограниченными возможностями. Дмитрий Ковалев продолжит тему. Для себя счете? Или для кого? Для себя. Или учителя для себя заказывают? Нет? Заказывающие? Костюм, учете? Ученицы этой школы уже сейчас готовы дать фору любой профессиональной швее. Своими руками они создают не только обычную одежду, но и пытаются шить национальные костюмы. Ребят помладше здесь обучают ремесленничеству. Лучшие работы выставляют в фойе и дарят гостям. Спасибо, спасибо. Это первая кухня? Спасибо. Молодцы. Без добрых друзей коллективу школы было бы сложно. В прошлые годы за счет средств марафона здесь оснастили швейную мастерскую и кабинет логопеда. В этот раз гости тоже пришли с подарком. Школе вручили сертификат на 50 тысяч рублей. Эту сумму планируют потратить на ремонт классов и спортивного зала. В прошлом году мы стали проводить капитальный ремонт спортивно-оздоровительной зоны. Начало мы положили, закупили спортивное оборудование. Теперь мы планируем провести капитальный ремонт волейбольной площадки, футбольной площадки. Должны быть основания, ограждения. В прошлом году в копилку благотворительного марафона поступило более 7 миллионов рублей. На эти деньги закупили препараты для больных детей, оказали материальную поддержку малообеспеченным семьям, приобрели мебель и игрушки для детских домов и интернатов. Активное участие в марафоне каждый год принимают члены Республиканского союза женщин. Собираем средства с наших отделений в городах и районах для помощи, в первую очередь, особенным детям и родителям особенных детей. В частности, у нас есть проект «Дети-аутисты». Этой темой вообще мало кто занимается в России, единой программы нет. Количество участников марафона растет с каждым годом. Организаторы отмечают, что первая сумма в копилку детского фонда поступила уже за полторы недели до официального старта благотворительной акции. Причем рыцарями детства все чаще выступают обычные люди. Здесь важно подчеркнуть, что Российская Федерация у нас в международном рейтинге вышла на первой позиции по уровню вовлеченности в добровольческую и в пожертвовательную деятельность. На первой позиции. Свой взнос на счет благотворительного фонда сделал и глава республики Михаил Игнатьев. С бюджета на все направления деятельности по расходной части, конечно, денег не хватает. И полагаю, не рассчитывая на предпринимательские сообщества, что в этом году они еще лучше оценят свои возможности и больше будет отчислений в разные другие благотворительные фонды. Марафон по традиции будет проходить несколько месяцев. Организаторы очень рассчитывают на поддержку жителей. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика.